Привет, друзья! В этом видео я расскажу, как можно самостоятельно, просто и бюджетно собрать современный цифровой лабораторный источник питания с максимальным выходным напряжением 44 вольта и током до 5 ампер. Такой источник получается компактным и позволяет разжигать 100-ваттные светодиоды. Для его сборки понадобится купить в Китае всего три компонента. Первое это мощный блок питания на 240 ватт с выходным напряжением 48 вольт. Второе это сам цифровой модуль лабораторного блока питания. Данный модуль позволяет работать с токами до 5 ампер. Еще у него есть старшая модель, работающая с токами до 15 ампер, но тогда понадобится более мощный источник питания. Еще есть модуль с внешним управлением по Bluetooth и USB. Такой модуль можно подключить компьютеру и управлять им оттуда. И третье что понадобится это корпус. Тут конечно можно сэкономить, не покупая его и сделать корпус самостоятельно. Тем более, что в корпус все равно не помещается 48 вольтовый блок питания и его придется расположить где-то отдельно. В комплекте с модулем идет инструкция, поясняющая как работает и управляется этот цифровой лабораторник. В общем смысле модуль работает на принципе понижения входного напряжения и максимально на вход поддерживает 55 вольт. При этом у вас будет возможность регулировать напряжение от 0 до 50 вольт. При использовании на входе блока питания на 48 вольт мы фактически выжимаем максимум возможностей. В этом случае регулировка по напряжению будет доступна в диапазоне от 0 до 44 вольт. При распаковке оказалось, что что-то гремит в блоке питания. Разобрав его я увидел вот такую картину. Болталась катушка индуктивности. Непропай, отсутствие клея и тряска при транспортировке сделали свое дело. Починка заняла минут 10. Контакты надежно запаяны и дополнительно посадил катушку на жидкие гвозди. Не первый раз покупаю подобные блоки питания и сделаны они китайскими братьями тяпом и ляпом. Тем не менее эти блоки работают у меня уже не первый год на светодиодном освещении. При первом включении прозвонил на КЗ и на всякий случай подключил в сеть тонкими проводами. Блок исправно заработал и выдал искомные 48 вольт на выходе. Далее сборка. Она простейшая. Нужно соединить плюсовые и минусовые контакты. Подключить выключатель, припаять вентилятор и собрать все это в корпус. После этого нужно сделать кабель 220 вольт для блока питания. Я использовал стандартный компьютерный провод. Срезал с него разъем и обжал провода. Включаем. На экране загорается логотип и версия прошивки 1.3 данного модуля. После этого отображается рабочий экран. На нем снизу видно входящее напряжение 48 вольт. На LCD экране сразу отображаются все необходимые значения. В строке сверху задается необходимое напряжение и ограничение тока. Зеленым высвечивается текущее напряжение, желтым текущее значение тока, а фиолетовым их пересчет ваты. В нижней строке указано входное напряжение источника. На лицевой панели доступны 4 клавиши и ручка управления. Под ней находится кнопка включения и выключения. Она включает и отключает выходной канал лабораторного блока. Слева сверху находится кнопка установки напряжения. По центру клавиши установок. И снизу установка ограничений тока. Разрядность значений напряжения и тока выбирается щелчком регулятора и его поворотом. Таким образом вы предварительно задаете значение тока и напряжения, а потом клавишей включаете выходной канал. В установках можно задать напряжение, ток, установить защитные значения превышения напряжения тока или задать их установку в ваттах. Подстроить яркость дисплея. Запомнить значения в ячейке памяти, задав типовые установки под разные задачи и нагрузки. И в последнем пункте можно установить режим работы выходного канала. Сразу включен или сразу выключен. Достаточно все просто и не заморочено. В итоге за небольшие деньги можно получить мощный современный цифровой лабораторный блок питания с цветным LCD-экраном. К тому же в компактном корпусе. Пользуюсь этим лабораторником уже пару недель и очень доволен его работой. В качестве альтернативы питания можно использовать блок питания на 12 вольт и компактный повышающий преобразователь. Бустер. Бустер будет повышать входное напряжение с 12 до 55 вольт. Его нужно настроить потенциометром, чтобы он выдавал эти 55 вольт на выход. Данный преобразователь позволяет длительно работать с нагрузками до 100 ватт, а кратковременно до 200. Бустер можно легко разместить внутри корпуса лабораторника. В данном тесте я использовал блок питания 12 вольт на 10 ампер, то есть 120 ватт. Как видите такая конструкция без проблем тоже разжигает 100 ваттный светодиод и пригодна для работы. Спасибо за просмотр. Ссылки на все комплектующие для сборки данного блока будут в описании этого видео. А я прощаюсь. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok